С приветом, Набутов! Дело в том, что оно без майликов, без всего. Просто, мне кажется, его читать надо так. Экономят. Очень хороший год! Вот по-другому. Как вы оцениваете год? Как-как-как? Вот смотрите, для вам к сведению. Более 60% россиян считают текущий год плохим или очень плохим. Я их понимаю. И только 3% заявили, что 2020 год стал для них самым лучшим в жизни. Это вот большое исследование, работа РУ вместе с РИА Новостями. Значит, 61% поставили в 2020 году по 10-бальной системе. От 1 до 4 баллов из 10. В том числе 28%, то есть на треть почти, оценили текущий год на 1 балл. Он стал для них одним из худших в жизни. Значит, каждый пятый опрошенный, 21%, поставил от 5 до 10 баллов. По имени 2020 год ничем не отличался от остальных. И лишь 18% оценили итоги 2020 года от 7 до 10 баллов. Значит, при этом 3% из них отметили, что текущий год стал самым лучшим. Значит, сложнее всего, в 2020 году далась потеря работы или сокращение. Почти только уже опрошенных отметили снижение доходов как главный негативный фактор. А четверть жителей России тяжело переживать период пандемии. Значит, 13% респондентов в этом году особо волновало состояние их здоровья. А 8% посчитали этот год плохим, поскольку не смогли выехать за рубеж. Вот ты знаешь, я бы не называла... Вот честно, он не плохой, не хороший. Самое лучшее определение для 2020 для меня это странный. Странный. Вот он странный. Но смотри, Любовь, например, нам пишет. Ребят, 2020 мы получили квартиру. Получили, как с локом пишет Любовь. Где раздают? С 90-х стояли в очереди, как аварийные. И очередь сработала. Немного хорошего... Слушайте, ну это не просто немного... Это жизнь удалась. Что я... Что можно сказать? Людям квартиру дали. Что ты попросишь... Я такого с советских времен не помню. Что ты попросишь у Дедушки Мороза на 2021, пишут наши слушатели? Пощады. 736. Слушайте, ну я так могу сказать. С точки зрения всяких разных дел, бизнесов, доходов и всего остального, ну это полный провал, конечно. Что тут обсуждать? Я думаю, что мы все примерно в одной лодке, плюс-минус. Вот. А там у меня сыночек появился, это бесконечное счастье, которое уравновешивает, конечно, все. Я думаю, что он должен перевешивать. Перевешивает весь этот кал, с которым в конце концерта, как говорил вам Рокфеллер, что если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы. Да? Да. Господи, спасибо, что взял деньгами. А, значит, да, господи, спасибо, что взял деньгами. Это правда. На фоне особенно того, что у некоторых семьях и снаряды врутся рядом безостановочно. Безостановочно. Я и сам в первой волне был подорвавшихся. С счет того, что какие трагедии в семьях знакомых происходили. Непоправимые уже. Так что, в общем, это, смотря, стакан на половину пола, на половину пуст. Можно сказать, в общем-то, кроме финансовых потерь. Да, смотря, что в нем налито, так сказать. Согласен. Может быть, и не так-то и плохо. Отличный год. Нашла работу мечты, не выходя из дома. Круто. Сейчас работаем в комфорте. Из дома. Красота. Следующее же сообщение. Работаешь, это домохозяйка? Уточняйте. Ну, есть вот такие. Яд как попал, пишут слушатели. В 5 утра подъем, в 23 отбоя. Работа, работа, работа. Это санитарный врач, я. Ух ты. Когда это все закончится, пишут. Ух ты, ну. Низкие поклоны и сил. Ребят, вы как хотите, да, но на празднование нового года первый тост должен быть в этом году явно за работников медицины. Очевидно. Просто. Алексей из Москвы пишет, что у меня год неплохой. Перешел на работу в Боинг. Зарплата выше. Работаю из дома, но очень жалко отпуск. Уже третий в этом году провожу дома. Как перешел работу в Боинг? Ну, явно не пилотом. Судя по тому, что Алексей сидит дома. А кем они на земле стоят? Хотя нет, у нас все-таки как-то более-менее какие-то полеты начались, да? Ну, тем не менее, мне кажется, что авиакомпания в тяжелой ситуации. Ну, а сейчас на вот файзеровских сообщениях о вакцине, в первую очередь, чьи акции взлетели? Акции авиакомпании. Авиакомпании. В надежде на то, что сейчас уже скоро-скоро все возобновится. Вы, и да, и второй вопрос, ребят, я в проброс, в проброс такие две темки в этом часе. Хотели бы, чтобы вы скорее за этот год закончился. Вот у нас еще два месяца. Саша нам из Москвы пишет, а куда вы торопитесь, ребят, подводить итоги. Здравствуйте, доброе утро, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Какой прекрасный женский голос есть. Меня зовут Люся. Так. Я бы хотела сказать, наверное, я бы не вешала клеймо на этот год. Однозначное, потому что у моих друзей, у меня в том числе, есть как и приятные моменты, так и отрицательные. Отрицательные, наверное, все-таки, если их ставить на чашу весов, то это, прежде всего, здоровье, да? Актуальное сейчас. Актуация его. Как? Что случилось со здоровьем? Что у вас случилось? Ну, это вообще глобально, не только у меня, там, Витя, я периодически. Из хороших моментов. Нет, это все... Нет, то вы что, на ИВЛе пролежали? Я не понимаю. Сего дела? Вы что, на ИВЛе там полгода пролежали? Нет, что у вас, что случилось? Нет, ну, реанимация, слово, звучало. Понятно. Поэтому, да, это отрицательных и положительных. Я больше про ту новость, которая ограничивает нам клубную жизнь, елки. Я, наверное, больше бы отнесла это к положительным моментам. Почему? Потому что, наверное, людям пора уже... Знаете, как у нас там рабочий ужасный тяжелый день, неделя закончилась, мы что хотим? Веселье, снятие стресса посредством вот этих заведений, да? Так. А глобальные проблемы-то никуда не уходят, их становится все больше, экология. Согласен. В общем, наверное, время действительно посидеть дома в тишине и подумать о более больших глобальных проблемах, а не запивать их и затанцовывать. Время посидеть дома у себя в тишине в Норильске и подумать об экологии. И утонуть в депрессии, спасибо большое. Я хотел сказать, я с вами согласен, может быть, этот год, который... Вообще, как-то какие-то душевные, какие-то простые вещи, наверное, он заставляет нас ценить все больше и больше, и это положительные его свойства, правильно? Ну, что все, дай бог, все здоровые или миновал их там тяжелое течение коронавируса, и, я не знаю, и там не остались без работы, и сохранили там какой-то достаток, и так далее. В общем, есть масса поводов, если посмотреть, то и для хорошей посиделки, спокойной, и для какого-то вот оценки или переоценки собственных ценностей. Вот. Но, с другой стороны, а что делать, например, актерам, которые работают Дедом Морозоми, что делать барам и ресторанам, которые... Которые не будут работать в новогоднюю ночь. Мягко скажем, пострадали в этом году, а это, между прочим, миллионы занятых людей в нашем... в нашей стране, так или иначе связанных с этой индустрией. Им с каким настроением? Давайте почитаю сообщение. Доброе утро, пишет Марина из Казани. Для меня год хороший. Работала учителем в школе. Дальше это очень странное продолжение, Марин. Но! Выпустила четвертый класс и ушла из школы. Сейчас работаю репетитором и в саду преподаю кружок. Детские сады, кстати, продолжают работать. Еще комментарии. Ты знаешь, вот это коммент от неуманывающего такого оптимиста человека. Это к вопросу о том, что делать рестораторам. Есть просто упертые люди. Пишет. В начале года планировала. Италия в июне. Япония в сентябре. Ноябрь. Бизнеса нет. Покупки в магазинах продуктов по акциям. Но планирую новый бизнес. Грустно, но не унываю. А? Ну что, я не хочу говорить банальностей. Время перемен и время новых... Трудные времена перемен и время новых возможностей. Время как-то заняться собой, получить новые какие-то скиллы, оптимизировать существ... Ну, ты понимаешь, да, и самые сильные из нас, они выживут и станут еще сильнее. Вот говорю это, сука, и сам в это не верю. Ты понимаешь? Там пишут, слушатели, год хороший, потому что в разгар первого локдауна у меня родилась дочь и появился статус мамы. Что бы делало без этого мероприятия? Непонятно. Работы нет, путешествий нет, на спорт нельзя таскать депрессия. А тут пока целый человек подрастает. Вот, я с вами полностью согласен. Это большое-большое счастье. Самое большое, какое, может быть, человек что говорит. Безусловное. Давай пообщаемся со слушателями. Доброе утро. Нет, другая линия, да. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Здрасте, прошу вас. Алло, алло. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Да, доброе утро, Виктор Дарья. Станислав меня зовут. Очень приятно. Так. Интересный год, это слово. У меня накрылось два бизнеса за год. 13 лет архитектурной деятельности. Вау. Автомобиль, работающий в премиум-сегменте нашего известного такси. Благодаря Сергею Семеновичу тоже пришлось продать. А, да, Италия, Италия. Хотел слетать прямо за неделю до локдауна. Билеты, естественно. Естественно. В последствии в интересном направлении. Но, на удивление, я вдруг открыл себе тягу и талант, прости господи, может громко сказано, снимать документальное и рекламное кино. Ух ты. Ничего себе. Ух ты. А, да, развелся. Ну, это я даже не знаю, хорошо или плохо, я не стал сказать. Тут не так, куда нести. Как вы скажете, Виктор, да. Я, вы знаете, я всегда говорю, что это хорошо, честно. Как опытные практики. Ну, есть уже, ну, бывает по-разному, конечно, но скорее хорошо, чем плохо. Что я хотел спросить. Скажите, а что с архитектурным бизнесом случилось? Почему он-то накрылся? Я дорос до гендиректора строительной компании психанул и три года работал просто частным архитектором. И, по-моему, в марте два из, три из моих клиентов сказали мне, извини, но не судьба. Я этот год, эти трое должны были обеспечить мне год безбедной жизни. И поэтому, наверное, в этот момент я психанул и вдруг открыл себе тягу к кино. Как-то так. Слушайте, это отлично, отличный выхлоп по итогу получается. Год странный, год интересный. Торопиться не надо, как говорил герой замечательной комедии Торч Са. А торопиться не надо. Это к тому, что год еще вообще... Спал себя пешком поставить, да? Да-да-да. Я, на самом деле, вы знаете, а может быть это действительно для многих, у кого какая-то энергия сохранилась и смелость, это действительно вопрос в значительной степени пересмотреть свои, в том числе и профессиональные дела, всякие, компетенции, заняться тем, чем всегда хотел, например, но он бы боялся. Или там были другие дела, которые тебя держали, не мог решиться и так далее. Чем-то новым совершенно. Друзья, мы ждем ваших сообщений, смс-портал, ватсап, вайбер в вашем полном распоряжении. Продолжим через несколько минут. С приветом, Набутов. Доброе утро, товарищи. Год абсурда, к концу года добавлять 130 поездов дополнительно в Сочи. Ну а что, внутренний туризм-то прет? Деваться-то некуда? Я вам расскажу историю. У меня была запланирована, откровенно говоря, поездка на Алтай. В новогодние каникулы на пять дней. И, значит, что они, что местные, значит, и она отменилась тоже, слетела вчера. Вчера вот у меня прям день приятных событий. Первый это коронавирус, значит, в Камбодже. Просто сплошняком, и это надолго там люди, если что-то решают, то это надолго зависает. А вторая эта история, прям после этого, вы знаете, мы решили не... У нас вот такая проблема. Значит, так как, видимо, очень много желающих, они что сделали? Они сказали... А я с группой. С группой, маленькая группа. Такая полукоммерческая, как бы, история для меня. Вот, и они говорят, а мы, у нас, говорит, так много желающих, что мы за 70 дней, вот носите депозит стопроцентный. Так. Если 70 дней или меньше до срока прилета, и у вас что-то меняется, то мы ничего не возвращаем. Стопроцентная предоплата, это сгорает депозит. Стопроцентная предоплата, это сгорает депозит стопроцентный. У нас мы... Поездок внутри. Слушай, мы смотрели, во-первых, мы тоже смотрели, да. Во-первых, еще и цены на 30% мы поднимаем сейчас. Абсолютно. Тоже Алтай. Уже сверхвысоких, уже и так сверхвысоких, как бы, зимних цен праздничных. Они еще накручивают. Мы еще заряжаем. Мы смотрели также при Эльбрусе, причем, понимаешь, это к вопросу о том, что у нас вот выкатывают сейчас. А, у нас программа на ближайшие 10 лет по развитию внутреннего туризма. Я, ведь, честно говоря, я не знаю, сколько они должны будут вбухать денег, потому что, вот, например, при Эльбрусе, потрясающе красивое, безумное. То есть это либо хороший отель, нормальный по качеству, но это какие-то на Новый год запредельные цены, либо это, знаешь, как это, санузел во дворе, душ летний. Романтика. Опять же. Романтика. Я еду на проверенный СИЛИР. Пишет нам. Доброе утро, я психотерапевт. Ау. У меня никогда не было столько работы, как в этом году. Да, да. Год психологов, очевидно. Очевидно. Я вчера беседовал, значит, со своей, со своим психологом, с которым я теперь часто созваниваюсь, потому что, конечно, ну, тремор серьезный, понятно. Прилетает каждый день со всех мест. И начинаются такие терапевтические 15-минутные беседы. И она мне говорит, значит, звонит тоже клиентка постоянная. Как бы желающих-то много. Вопрос, чтобы по половине, половина, для половины вынуждены снизить расценки просто. Разумеется. Потому что, ну, ситуация непростая. Говорит, звонит клиентка, значит, у нее какой-то бутик там и так далее. Она говорит, ну, полная совершенно, полная попень. Говорит, ты не могла бы из своих многочисленной клиентуры прислать мне кого-нибудь на шоппинг-терапию. Давай друг другу помогать будем перекрестным опылением. Да, слушай, ну, вот есть зато такие истории. Ира нам пишет. Доброе утро. Этот год перевернул все с ног на голову. Он показал, как уязвимо человечество. Муж, пишет Ирина, работает за границей. Уехала от него в феврале. Уверенная, что приеду в мае. Почти год уже живем в WhatsApp. Ну, вы знаете, в кап стране, я надеюсь, она работает. За евро? Ирина. За е... Тогда нефиг жаловаться. Вы понимаете, кто такие евреи? Это те, кто работает за евро. Понимаешь теперь, да, вот как интересно. Это евреи. Ну, ты прямо новый протокол из сионских мудрецов писать можешь. Я, конечно, понимаю, что год разлуки с любимым, это... Ну, или почти год, это непросто. Хотя, ну, можно найти какого-нибудь... Ну, у кого как тут. Тут может найти какую-то легкую замену временную, запасного. Запасной всегда должен быть где-то игрок. Вот. Но, тем не менее, самое главное, что муж работает за евро. Это примиряет. Ты знаешь, это очень сильно примиряет в действительности. Особенно глядя на курсы рубля. Олег нам пишет. Мы, россияне, так сокрушаемся, как будто не было ни 80-го, ни 90-го. Мы умеем выживать вопреки всему. Понятно, что хотелось бы, чтобы в жизни было больше событий для счастья, а не для опыта. Но мы же потомки тех, кто выжили после революции, гражданской войны, военного коммунизма, репрессии, отечественной войны, коммунизма, распада империи. Какой вирус, шмирус, кризис. Россияне являют миру пример выживания и иногда даже настоящего чуда. Да, все не благодаря, а вопреки всегда в нашей жизни. Я с вами согласен полностью. Но вот, честно говоря, честно, я много раз об этом думал, вот примерно с такими же формулировками. Но мои родители, там деды, они не такое, мы проходили, и я уже там пять кризисов пережил. Вот, честно говоря, так хреново не было никогда. А может быть, просто отвыкли за более-менее сытые вот нулевые годы. И сейчас немножко, немножко как бы пенка-то сошла. Серьезно. Зато стали ценить простые радости жизни. С этим я согласен. Давай пообщаемся в прямом эфире. Вот согласно заканчивать с этим опросом, исследованием большим, которое работа РУ проводила, больше половины жителей России, которые участвовали в нем, отметили, что им бы очень-очень хотелось бы скорее ускорить время до конца 2020 года, чтобы он наконец-то закончился. Слушайте, какая вот, мы все-таки, человек это удивительное существо. Мы действительно ждем Нового года так, как будто после него, хопа, и все сразу станет хорошо. Да. Ну сразу. Давай пообщаемся в прямом эфире. Доброе утро. Здравствуйте. Мы про хорошее. Про хорошее. Поделитесь хорошим чем-нибудь. Ой, доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Город Москва. Здравствуйте. Я как раз, наверное, с хорошими новостями, потому что год, конечно, сложный и у нас, и у меня, у друзей. Я занимаюсь организацией мероприятий в Москве, правда, медицинских. Да, но вы знаете, мне, наверное, повезло, потому что мы аккуратно, вот после того, как 27 марта сели все на карантин, в апреле у нас не отменилось, нам сказали настоятельно, рекомендовали провести очень крупное мероприятие, и мы успели перестроиться, и это позволило нам в апреле просто сразу же переобуться в новый популярный формат онлайн, и вот, в общем-то, год мы заканчиваем с плюсом, более того, даже вот в компании две вакансии открыл новых, набирая сотрудников. Никто не потерял ни в штате, ни в зарплате, ни разу не задержали ничего, поэтому, да, могу сказать, что вот была идея такая, значит, акромольная идея такая, ну ладно, сейчас это оттянется, но немножко отдохнем, подумаем, что делать дальше. Нет, поставили перед фактом, пришлось просто 24 на 7 работать, чтобы успеть все это дело сделать, и оно принесло свои прады, плоды, так что очень, очень, конечно, несчастлив за всех, но вот, но за себя доволен, да, что смогли, смогли, смогли. Заложьте, но, а ведь все-таки онлайн мероприятия с точки зрения доходности, они, ну, не такие должны быть, как оффлайнеры. Да, вы знаете, мы тут тоже провели такую финансовую статистику, как получилось, но вот, ну, во-первых, скажем так, в суматохе-то не успели люди перестроиться, поэтому у нас там спонсорские бюджеты, все не понимали, как действовать, лупили дальше по полной программе, ну вот. А во-вторых, конечно же, сократились расходы, потому что раньше-то нужно было там предоплаты, площадки, оборудование и все, а здесь, скажем так, хорошие платформы, общение с людьми, в общем-то, расходы сократились в три раза, поэтому за счет этого и выжили. А, хорошо, а больше всего мне понравилось, что спонсорские бюджеты там лупили дальше, вы знаете, вот я имею дело периодически со спонсорами. Да, это попали в волну, понимаете, это мы попали в волну, потому что люди сказали, а как делать дальше? Мы говорим, мы знаем, мы все сделаем, очень классно. Слушайте, но на самом деле резон, вот наше мероприятие, оно планировалось, например, на три тысячи человек в городе Казань. Ну вот, да, поскольку онлайн, ну мы провели с аудиторией в одиннадцать тысяч, ну вот, это было чуть ли не первое, да, мероприятие, в начале апреля, ну вот, так что, в общем-то, люди увидели какой-то выхлоп, а дальше посыпалось, посыпалось, сказали, о, классно, так что. Слушай, ну круто, 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 поздравляем вас, вы вообще молодцы. Вань, спасибо, спасибо, поздравляем. Слушайте, а я знаете, сейчас о чем подумаю? Вообще, это первый раз я слышу, чтобы спонсорские бюджеты сразу же не обрезали. Ну мне это очень нравится. А продолжали лупить дед. Кто-то растерялся, а кто-то сообразил вовремя. Если бы Ивана слушала, я подумала, мы привыкли к тому, что у нас последнее, да, собственно, наверное, сколько правит, столько и, значит, на Новый год поздравляет россиян Владимир Владимирович. Как правило, со словами, это либо это был трудный год, или это был непростой год. Я прямо, вы знаете, в этом году даже посмотрю. Мне любопытно, что Владимир Владимирович скажет про 2020 нам на Новый год. Что, какое слово здесь можно цензурное подобрать? Нет, с нецензурным все понятно. У меня здесь вопросов не возникают, и оно было бы самое правильное. Слушай, ну я думаю, что наоборот, ему это в кассу будет заходить. Но ты правильно, я не думаю, что риторика и подходы будут сильно измениться. Он будет трудный. Как ты сказала? Трудный или непростой? Он будет, это был трудный и непростой год. Это был непростой, трудный год. Но мы, россияне, всегда, трудности нас всегда закаляли. Мы достойно смогли. Семьи стали крепче. И это повод в этот, так сказать, приятный вечер провести, там, вечер с семьей. Помните родных, близких. Самым важным, задуматься о самом важном, о здоровье детей. А, или непростой трудный. Вот такой еще вариант Сумселя предлагают. Ты пойми, что наша парадоксальная ситуация в стране всегда была. Чем труднее, тем лучше для власти. Какое-то, конечно, надоело-то это все. Понимаешь, это вот парадокс ситуации. Тем больше можно рассказать о том, как мы сейчас сплотившие, значит, свернем горы и покорим весь мир. Догоним и перегоним Америку. Помнишь, говорит, извините, Леонид Иванович, а можно не перегонять? Говорит, а почему? А чтобы голову и жопу было не видно. Извините, завыскочило. Случайно. Значит, что еще любопытного хотел вам рассказать. Не знаю, ты обсуждал или нет, что Государственный институт русского языка имени известного летчика Асса Пушкина. Помните, Асс Пушкин, книга про летчика. Значит, признал обнуление главным словом года, да. Также в число лидеров вошло слово самоизоляция. Значит, в Кремле не спорят с тем, что слово обнуление может считать одним из главных слов. В политическом смысле, конечно, поправки в Конституции обнуление, да. Заявил президент Песков, отвечая на вопрос по этому поводу. Значит, что любопытно, что аналогичная история вышла параллельно на этой неделе и на Западе. И ее традиционно опубликовал Collins Dictionary. Такой известный словарь. Английский. Английский, да. Шорт-лист претендентов на звание слова 2020 года. И все кандидаты, так или иначе, там у них обнулений не было никаких. Они не знают, что такое, к счастью. А там все связано с пандемией, естественно. Значит, по подсчетам экспертов, слово коронавирус в английском языке в 2020 году стали употреблять в 35 тысяч раз чаще, чем годом ранее. Не знаю, как они посчитали это. Значит, однако эксперты сочли куда более важными слова, непосредственно отражающие перемены в поведении и образе жизни людей. В частности, название слов или словосочетание года претендует в первую очередь социальная дистанция, самоизоляция, отпуск без содержания. Но словом 2020 года все-таки эксперты, по всей видимости, признают слово локдаун. Это состояние, которое мы больше всего боимся в 2020 году, состояние всеобщего застоя, при котором почти все, что соответствует нормальной общественной жизни, приостановлено, объясняет выбор в редакции. Значит, наши слушатели продолжают фантазировать на тему того, что Владимир Владимирович может сказать в конце 2020-го, в новогоднем обращении. Есть предположение, что он просто выйдет и... Просто говорит, все хорошо, я с вами. Нет, просто промолчит. Я предлагаю даже дофантазировать. Он должен выйти, промолчать, потом взято. Да. И уйти. Вот как-то так. Счастливчики, пишут, Серебряному дождю, получили второе гражданство в этом году. Израиль де бест, пробовали яхтинг, и жизнь уже не будет прежней. О-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо. Ну, давайте, продолжайте хвастаться. А мы... Яхтинка не продумывается. Я на Мертвом море? Ха-ха-ха. Шучу, вылати где-нибудь. Мы магазин освещения в городе Красноярске. У нас тоже все хорошо, так как все начали заниматься ремонтами, и работа стала в два раза больше. Да черт возьми, елки-палки. Я что, не понимаю, мы что, в разных странах, что ли, живем? Что же у вас у всех все хорошо? Да нет такое ощущение? Даже как-то неприятно стало. А мне кажется, мы все врут. Понимаешь, вот просто все врут. Валерий, спасибо огромное. Вы нам пишите, что Виктор, Боинг не авиакомпания. Конечно, не авиакомпания. Но, кстати, вот мне интересно, я читал материал, что как Боинг, так и Аэрбас лишились довольно больших длинных контрактов. И сокращения у них прошли. Авиакомпаниями, да, потому что, ну, все-таки... Ну, значит, такой специалист, что даже в таких условиях человека взяли на работу. Это по поводу того, что кто-то устроился в Боинг, и хорошо, прекрасно себя чувствуют. Друзья, Виктор Набутов, Дарья Гордеева, видеотрансляция на нашем канале в YouTube. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут. Приветом, Набутов. Мне нравятся сообщения от нашего слушателя. Да на самом деле, у всех все хорошо. Просто денег нет. Помните, была замечательная реклама? Без денег счастливым всегда можно стать что-то там нежным, как мать. Твою мать, хочется иногда сказать. Это был пипец какой трудно-непростой год, но скреп стало больше, и они стали крепче. Примерно так планирует новогоднюю речь президента Станислав из Пятигорска. Он может выйти и просто сказать, ребята, все в порядке, я с вами. А вот смотри, Люсиэн нам пишет. Нет, люди не врут про то, что у них все хорошо. Просто ценить стали меньше, чем раньше. Раньше я бы сказала, кошмар, все плохо. А теперь тоже смотрю и думаю, да нормально, все хорошо. Хорошо, довольствуюсь малым в текущих условиях. Я вчера с родителем, со своим многомудрым пенсионером беседовал. Я говорю, слушай, ну просто башка уже надоела гонять. Тут проблемы, там слетело, здесь, здесь, то, сё, денег нет. Он говорит, слушай, расслабься. Старичок, поверь мне, в 60 с небольшим уже другие совершенно проблемы. Тебя волнуют? Геморрой с утра не мучил, что-нибудь типа этого. Вот, а вообще, говорит, попробуй какое-нибудь занятие с нуля себе. Ну, какое-нибудь новое, не знаю. Рисование, выжигание, пилка лобзиком, выжигание. То, чем непросто никогда не занимался и подумать не мог, что займешься. Да, ну, например, да, или какие-то хотелки были внутри. Где бы ты мог быть как бы, ну, дилетантом, новичком, просто переключать голову. Я понимаю, что это денег не прибавляет. Это, кстати, очень хороший совет. А может быть, даже иногда и убавляет немножко. Но, тем не менее, он говорит, вот работает на 100% в такие нервные периоды. Сам много раз пробовал, потому что за длинную жизнь их было много. В нашей стране это правда. Год разный, пишет слушательница. Чуть не развелась с мужем. Зато освоила профессию мечты. И из графического дизайнера постепенно становлюсь керамистом. Бухнуло все сбережения на гончарный круг. На гончарный круг. И счастливо. Я вот что-то мне жаба задушила. Хорошие гончарные круги. О, вязание нам предлагают освоить. Я не могу, меня это нервирует очень сильно. Я один раз пробовала, больше не хочу. Почему? Мне очень нравится смотреть, как вяжут. А мелкая моторика, вот эта вовлеченность в процесс. Все, у меня две петли. Вот так вот все происходит. Ну, вы знаете, это действительно так, потому что Гордеева просто сидит, она ты психотик абсолютно, и она сидит на ромашке. Она хлебает тут ромашку с утра прямо начинает. Еще не ест ничего, только курит и пьет ромашку. Слушай, ты бы сам собой поработал, я бы посмотрела, каким ты психотиком стал бы. Вот такой комментарий нам. Наконец-то я ждала что-то подумала. Ноете, ноете, наконец-то правда от слушателей. У большинства все хорошо. Накоплений кучи лет на 50 хватит, особенно в мегаполисах. Срубили по-быстрому в последние пять лет. А те, кто на бюджете, тем вообще на веках хватит. Очень интересное представление у нашего слушателя о тех, кто на бюджете. Тем, кто на бюджете, я, например, те, кто на бюджете, это не бюджетники. Это те, кто сидит на бюджетных потоках. Я знаю таких товарищей. Кстати говоря, не у всех из них все хорошо, скажу честно. Потому что бюджетные потоки тоже слегка поредели. В зависимости от направления. Ну, у кого-то щи пустые, у кого-то жемчуг мелкий. Поэтому не надо нам тут сравнивать, понимаете. Поредели у них бюджетные потоки. Ну ладно, одна информация про ковид, можно? Давай. Не знаю. Плохая? Никакая. Ну что-то мы как-то все очень хорошо, надо плохого что-то дать. В столице придумали способ проведения традиционных проводов «Последний путь» в условиях пандемии. О, Господи. Да. Теперь в наши спецорганизации поступают гробы с прозрачными крышками из оргстекла. Ну вот, как бы такая вот история. ГБУ-ритуал об этом сообщает, что вот такая вот услуга. Я надеюсь, новость прошла под заголовком «И страшно и смешно». Ну и страшно, ну да, тут, наверное, не очень смешно, но тем не менее, я напомню, что в некоторых регионах России наблюдается дефицит с этими важными, так сказать, требованиями. Олег из Кемерово пишет. Начал печь хлеб и варить сыр, и начал зарабатывать. А? А мы тут на полу в Ленинграде. Да. И не говори. Я не случайно сговорил о ковиде. Ребята, я напоминаю, что мы сегодня начинаем цикл очень любопытных эфиров в рамках нашей ежечетверговой рубрики «Научно популярно». Мы его делали вместе с замечательной компанией «Инвитро» и главной медицинской конференцией года в нашей стране, которая называется «Фьючер Мед». И сегодня, наш вот весь следующий час, мы посвящаем как раз вакцине. Да. Не только отечественной, а у нас с нами выйдут на связь ребят, которые будут ее производить, из питерской компании «Биокан». Они одни из первых, так сказать, получили разрешение и даже под это дело специально построили завод в Подмосковье. Вот. Ну и также всем другим конкурирующим вакцинам. И сейчас порядка 10 штук на третьей стадии испытания. Какие действуют, какие не действуют. Они разные. Они разные, значит, или переболеть придется всем, какие побочки и так далее. Всему этому посвящен весь следующий час. Готовьте ваши вопросы и отправляйте их в смс-портал WhatsApp Viber.